Всем здравствуйте! Вы настрой Грант Анапа, меня зовут Михаил и мы начинаем рубрику вопрос-ответ. Итак, первый комментарий у нас на видео дом 110 квадратных метров с гаражом. Где посмотреть? Насколько я знаю, этот дом уже продан, но есть у нас аналогичные дома в таком же исполнении. Этот дом находится в жилом комплексе «Жемчужина». Если вы хотите или рассматриваете именно этот проект, он вам понравился, то вы можете позвонить на горячую линию, либо же задать нам дополнительные вопросы под этим видео. Следующий вопрос у нас к видео. Новый дом на юге, 2 этажа и 5 соток земли. Место расположения КП. Данный жилой комплекс находится у нас в районе Цибанабалка, я вам покажу по картам. Если брать ориентир Анапу, то это 15-20 минут. Но не факт, что вы будете туда ездить, потому что там с собой Цибанабалки есть в принципе все для жизни. А именно это продуктовые магазины популярные, магнит пятерочка, также школа, садик и поликлиника. Следующий комментарий. Ну что за «тобиш»? То бишь пишется вместе, это такое же значение, как и «то есть». То есть это пояснение. Разницы не имеют значения. Просто в разных регионах говорят по-разному. Следующий комментарий. Теперь у меня, пенсионера, примерно 15 звонков каждый день с незнакомых номеров Краснодарского края. Я полагаю, что вы обращались в нашу компанию и теперь считаете, что из-за нас вам звонят спамеры. Так вот, я вас с уверенностью говорю, что мы не имеем права и в принципе этого не делаем. Не передаем ничьи номера телефонов, тем более клиентов, третьим, вторым, четвертым лицам ни в коем случае. Но я вам скажу больше, что и мой личный номер телефона, я думаю, уже давно в какой-то базе, мне каждый день так же, периодически звонят с различных организаций и предлагают свои услуги. От этого, увы, я думаю, в нашем современном мире никуда не деться. У нас в Таганроге дома такого качества дороже. Ну, сочувствуем вам. Переезжайте к нам, но не забывайте, что и у нас цены тоже не стоят на месте, и стройматериалы дорожают, поэтому не упускайте свои возможности. Добрый день. Дом замечательный. Цена данного дома. А также хочу сразу ответить на подобные комментарии. Например, вот цена. Хорошо бы говорить цену. Ответа по цене ждем. Поймите, пожалуйста, правильно, в чем заключается сложность озвучивания цены в выпусках. Я уже, в принципе, их озвучивал в начале, в конце видео, в некоторых обзорах. Но в некоторых просто просил звонить на горячую линию. Так вот, в чем же сложность? Когда я называю цену, например, сейчас август, да, вот сегодня я назвал цену определенного дома. Допустим, 106 проекта. И что происходит? То есть человек слышит определенную цену и буквально проходит около двух месяцев, трех месяцев, может быть, чуть больше. А человек посмотрел это видео и заинтересовался домом. Соответственно, цена уже озвучена в ролике. То есть человек уже на что-то рассчитывает и смотрит, он вкладывается в бюджет, то он понравился. Естественно, что он делает? Он начинает звонить. Звонить, например, нам, нашу компанию. И потом может разочароваться, что цена уже другая. Потому что действительно цены как бы меняются, бывают резко, бывают не резко. Но тем не менее, они все равно растут. Поэтому, понимаете, сложно говорить цену про какой-либо дом. Я вам так скажу, что вот, например, два этажа, вот на сегодня, да, два этажа, 110 квадратных метров, да, ориентировочно будет стоить в районе 8 миллионов. Но опять же, смотря какой жилой комплекс вы выберете. Понимаете, дом это не просто пойти в продуктовый магазин и увидели, что цена дешевле, купили. Или может быть дороже, но купили. Это очень длительный процесс, где нужно учитывать все тонкости. Поэтому не нужно сразу обращать внимание на цену. Обратите внимание, где расположен жилой комплекс. Какие преимущества у него есть для вашей жизни в первую очередь. Где вы будете работать. То есть подумайте свои приоритеты. Изучите сначала плотно, что это за дом, характеристики, где он расположен. А потом уже спрашивайте за цену. Потому что очень много людей спрашивают это в первую очередь. А я считаю, это ошибка. В ЖК Азовский асфальт будет? Конечно, будет. Точно я не могу сказать с уверенностью. Но когда примерно будет, понять довольно несложно. У нас еще остались старые ролики, где как бы с высоты видно, что мы еще строим дома. Я вам прямо сейчас точно не могу сказать, сколько осталось. Потому что проект может расшириться, а может быть остаться. То есть мы как делаем? Мы достраиваем дома. Потому что если сейчас или в ближайший месяц положат асфальт, то есть там ездит спецтехника. Тракторы, грузовики. Через полгода этот асфальт превратится в ямы. Ну то есть непонятно что. А потом будут кого ругать? Нас. Что же такое плохой асфальт? Постелили или еще что-либо. Поэтому мы сначала завершаем строительство по всем нашим проектам. И начинаем полностью благоустраивать коттеджный поселок. Молодцы, стройте качественно. Спасибо вам большое. Положительные комментарии очень мало кто пишет. Потому что когда человека все устраивает, он поставил лайк и ушел. А негативные намного чаще. Спасибо вам. Здравствуйте, цена озвучена за этот дом с землей или это без стоимости земельного участка? Да, я цены озвучиваю сразу комплексно. То есть вместе с землей. Отдельно еще ни разу не озвучивал. Следующий интересный комментарий. Цены на ваши коттеджи зависят исключительно от вашей жадности. Не может этот сарай стоить столько же, сколько стоит приличная квартира в ближайшем Подмосковье. По поводу жадности. Для того, чтобы понять, жадные мы или нет, достаточно просто изучить рынок недвижимости в том же Краснодарском крае. Понять, сколько стоит земля в тех районах, где расположены наши коттеджи. И оттуда уже отталкиваться. Либо посмотреть также у конкурентов. Тогда можно сразу понять, жадные мы или нет. По поводу приличия, приличной квартиры в ближайшем Подмосковье. Понятие приличии у всех разное. Ну а мы не будем осуждать выбор других. Следующий комментарий. Хочу пожелать всем сотрудникам компании «Строй Гранд Анапа» успехов, чтобы все у всех получилось. Вы занимаетесь очень хорошим и нужным делом. Ради таких комментариев и хочется работать дальше. Спасибо вам большое. Планировочку, конечно же, приложу, но цену, конечно же, не скажу. Тут вы меня, конечно, ловко подловили. Но я, в принципе, уже отвечал на подобные комментарии. Поэтому извините. Хорошая подача материала и рассказ. Красава. Спасибо. Плюс к арме. Из Ленинграда со всеми услугами переехать в деревню и пекло южное. Сочувствую. По поводу деревни, тут, конечно, у всех свое мнение. С этим я тоже не согласен. Но больше всего я не согласен. Это по поводу пекло южное. Не совсем понимаю, откуда вы. Но лично я, например, из Старопольского края. Где моря, например, нет. И это очень сильно ощущается. Это огромный минус. Потому что все испарение от солнца никуда не уходит. Идет просто вверх. И когда ты идешь по улице и дышишь этим горячим воздухом, это, конечно, ужасно. Но когда я переехал сюда, здесь я уже живу более двух лет, то почувствовал огромнейшую разницу. Так как здесь море. Здесь всегда ветер чуть прохладней. Осень. Даже осенью это сразу замечается. То есть климат мягче. В общем, намного комфортабельнее для условия жизни. Что значит индивидуальный газ? Баллон? Нет, не баллон. То есть, это значит, что в коттеджном поселок проведена труба. Полноценная труба. Которая подведена в каждый дом. Если, вот, например, в коттеджном поселке Морской, там есть газ. То есть у нас там уже оборудование в всех домах стоит. То есть мы сразу его устанавливаем. И во все дома, то есть проведены трубы. И, соответственно, подключение. Спасибо, Михаил, все понятно. А с сертификатами вы работаете? Да, работаем. Я догадываюсь, в каких сертификатах вы говорите. Но, как я знаю, они наподобие, как с материнским капиталом. То есть они, в принципе, работают одинаково. Поэтому, да, работаем. И на сегодня у нас все. Поэтому, если у вас еще есть вопросы к нам, поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте под этим видео. Либо же на горячую линию. Увидите на экране. Всем спасибо. С вами был Михаил. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok